Спасибо. И как попасть непосредственно к нам в компанию тоже. Я так понимаю, что большинство из вас студенты или ищут работу сейчас, поэтому думаю, это как раз вам будет популярно. Вкратце, если что, я начинал где-то в вашем уже возрасте плюс-минус, как Q-инженер, потом пошел в темлистство, потом в пьемство и вот дорос до главы офиса. Итак, начнем немножко. Сначала немножко информации в целом про компанию. На сегодняшний день у нас более чем 3100 сотрудников, если не ошибаюсь, по своим данным, 3200 даже уже. 22 центра разработки в различных странах. В год мы растем более чем на 30% за последние пару лет. Представлены мы в 13 странах. Сегодня я о них тоже вам немножко поговорю. И реализовано более 3500 проектов, которые уже непосредственно в продакшене. Немножко фактов про компанию нашу. С первого на первое это наш возраст, за нам 22 года. Мы являемся компанией, у которой средний оборот в год выходит около 140 миллионов долларов. Рейтинг по версии Dow мы являемся несколько лет подряд лучшим работодателем в Украине. Входим в топ-10 крупнейших IT-компаний Украины. 8 лет подряд являемся одним из самых быстро растущих компаний в США. Одна из наших ценностей, которую мы преследуем и благодаря которой я здесь и столько времени остаюсь в этой компании, это нет границам в любом их проявлении. На старом месте моей работы и в целом во многих компаниях, к сожалению, есть определенная иерархия, есть какие-то запреты, есть бюрократия. У нас всего этого нет. Например, если вы хотите написать какую-то свою идею, у вас появилась пойти пообщаться с директором офиса без проблем. Но если у вас есть обычно какие-то идеи, которые касаются вайс-президента, например, всей компании, это вызывает уже какую-то бюрократию, проблемы. У нас же этого нет. Вы можете написать напрямую всем директорам нашей компании, забить с ними митинги, пообщаться в любой момент, если у них есть на это свободный слотик. Что, собственно, вам, наверное, будет интересно, это мы развиваем собственную IT-школу. У нас она как раз сейчас прошла небольшую переработку. Про нее я вам расскажу, наверное, в конце нашей презентации. Также берем на работу практикантов. Мы, наверное, одни из немногих сейчас на рынке Одессы, которые берем не просто джуниоров, а прям практикантов, обучаем их, а потом официально устраиваем к себе в компанию на роль джуниоров. Причем это касается абсолютно всех направлений, как девелоперы, как девопсы, как дизайнеры, как QA-щики. В общем, все-все-все. Всех берем на практикантские программы, если у нас сейчас есть свободный ментор, который может этим заняться. По поводу центров и стран, где мы представлены. Официально сейчас известно на публику о следующих странах. Это США, Германия, Британия, Швейцария, Аргентина, Украина, Россия, Болгария, Польша, Латвия. Больше всего офисов у нас в Украине, России и Польше. Но есть у нас еще две локации, которые в ближайшее время мы будем объявлять. Пока я сказать про них не могу, но у нас две страны, в которых мы еще сейчас открываем по новому офису. То есть за этот год у нас на самом деле появилось три новых офиса. Один из них мы уже объявили, это в Армении. И два, которые, надеюсь, объявим в течение месяца полутора. Итак, начнем. Немножко про современные тренды. Что же они с собой представляют и куда надо двигаться в современном IT-мире. Для начала хотелось бы начать с фразы, что надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. И в связи с этим начнем с самого первого тренда. Это, конечно же, с темной темы. Будем идти в ногу со временем. Нет, на самом деле вам будет плохо видно, поэтому в ногу со временем мы идти не будем. Начнем с того, что я хотел бы рассказать вам, что сейчас производит наибольшее влияние на IT-сферу в целом в мире. И после этого объяснить, куда вам двигаться в связи с этими трендами. Итак, начнем с первого тренда. Самое первое это то, что все сейчас общаются в мессенджерах и у всех вызывает крайний испуг, когда у вас звонит телефон. Обычно я могу сказать, что если раньше говорили по несколько десятков раз по телефону, сейчас звонки происходят крайне редко. У кого сегодня, кто говорил по телефону сегодня из вас? Сколько раз? Кто говорил больше двух раз по телефону? Уже меньше. Кто говорил больше трех раз по телефону? Единички. А кто переписывался в мессенджерах сегодня? Ну вот. Собственно, это очевидно, да. А еще большую популярность набирают сейчас всякие стикеры, эмоджи, смайлики и тумплотовные вещи. То есть сейчас, на самом деле, особенно самое молодое поколение, они могут написать сообщение вообще без единого слова, просто используя разные стикеры, эмоджики, смайлики и тумплотовые вещи. То есть общение сейчас, на данный момент, мы проходим ту стадию, когда общение перестает в нечто новое, в нечто, чего не было раньше. Раньше люди общались больше голосом, больше говорили друг с другом. Сейчас, к сожалению, нет. Посмотрим, а что это все выльется. Даже сейчас, например, мы запускали нашей компанией один из проектов, в котором была цель сделать так, чтобы семьи могли собираться удаленно, одевать VR-шлем и вместе как бы тусить в какой-то квартирке своей VR-ной, садиться пить чаек VR-ный и общаться VR-но с друг другом. То есть у них в VR появлялся чад еще дополнительно, там всякие пресеты бутылочек, еще чего-либо. То есть такой ужин, но виртуальный. Я в шоке был, когда узнал, насколько это приложение оказалось популярным в определенных странах мира. Также в современном мире, если раньше ребятам было модно пойти за гаражом покурить за школой, то сейчас модно пойти повисеть на турничке, поесть смузи, покататься на гироскутере и в общем, в целом быть в тренде здорового питания, зожа и тому подобных вещей. Раньше, к сожалению, внимания спортивной составляющей уделялось намного меньше. Сейчас даже если поехать в какую-нибудь часть Европы, то можно повсюду увидеть и старичков бегающих или с палочками ходящих, и молодое поколение бегающее, занимающее спортом. Даже, в принципе, я живу недалеко от школы, если посмотреть, там постоянно на турничках кто-то висит и что-то творит. То есть, внимания спорту сейчас намного больше, чем было раньше, и это диктует современные тренды тоже в IT. Как диктует, немножко позже расскажу. Следующим трендом, который сейчас еще не набрал такую популярность у нас, но в ближайшее время, я думаю, дойдет и до нас, это всякие виртуальные помощники типа Siri, Google Ассистенты и т.у. подобных вещей. На самом деле, первый раз поехал недавно в командировку в Америку, обычно я по Европе и Азии катался, но в Америке я видел, насколько часто они пользуются этими ассистентами. Это просто ужас. Они реально идут по дороге и говорят нам, «Сири, запомни мне в календарь что-нибудь, или Siri, добавь мне напоминалочку куда-нибудь». Постоянно используются эти голосовые ассистенты. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, из того, что мир стал слишком busy, и тяжело записать тетрадочку быстренько что-то, или записать напоминалку какую-то. Всегда нужно быть в тренде и помнить, что вы хотите сделать. Поэтому индивидуальные помощники сейчас будут на вес золота и будут очень сильно развиваться. Кроме этого, сейчас абсолютно у всех есть какой-либо умный гаджет. Это факт. У всех есть, как минимум, телефон. Я не говорю про часы. Часы тоже, в принципе, уже все умные, и у всех они есть. Кроме этого, какие-то браслеты, фитнес-трекеры, и-то ум подобные вещи. Кроме этого, даже вот эти вот самокаты прекрасные, если я не ошибаюсь, это чем-то похоже на австрийский. Они тоже с определенным умным механизмом, которые помогают им заряжаться и разряжаться по определенной схеме. То есть сейчас повсюду есть какой-то умный гаджет, и от них не уйти. Кроме этого, сейчас, кроме гаджетализации, сейчас везде происходит и диджитализация всего абсолютно. Вспомните, ну вы, может, и не вспомните, но я вспомню уж точно, как, допустим, лет 10 назад я стоял, ловил такси, просто ручку поднимая и ожидая бомбил. А сейчас это можно сделать с любого приложения. И я в шоке, когда там еду и где-то вижу человека, который просто стоит у дороги и пытается словить машину. То есть любое такси сейчас вызывается через приложение. Сейчас все, что угодно можно сделать через приложение. Заказать еду, заказать такси. Я недавно щетку апдейтил по приложению, ребята. Это ужас. То есть везде происходит какая-то диджитализация, и скоро кофе будем пить с приложением. Все, что угодно будет происходить с приложением. Все, что можно, сейчас заменяется виртуальным аналогом. Первый, самый простой пример – это деньги. То есть сейчас криптовалюта, она уже есть, это факт. От нее уже не избавиться. Она будет и будет развиваться. Другой вопрос, что ее никто не будет официально запускать, потому что как раз ее самое главное преимущество от настоящих денег в том, что она анонимная, никто ее не будет вводить в официальный обиход. Но тем не менее, у нас есть аналог электронных денег, цифровой аналог денег. Пожалуйста, у вас есть цифровой аналог, как я уже сказал, встреч с родственниками. Вот такие вот всякие VR-миры и тому подобные вещи. Сейчас все, что можно, будет идти в цифровой мир и пытаться заменить реальный материальный аналог. Сейчас материальные аналоги становятся никому уже не нужны. Даже элементарно флешка. С флешками многие ходят сейчас. Ну сколько? Ну процентов 20 вас, да, ребята? Я сам хожу с флешкой, потому что я переживаю за некоторые данные, но тем не менее. Сейчас есть облачные технологии. Пожалуйста, надо, скопировали, перенесли. Зачем флешка, непонятно. Кроме этого, сейчас очень много контента окружает вас всех. Он есть везде. Его количество за последние годы увеличивается в сотни тысячи раз. Кроме того, что увеличивается количество контента и потребление этого контента тоже изменяется. Сейчас, на сегодняшний день, статистические исследования показывают, что человек проводит в различных экранах до 70% своего времени. То есть вы едете на работу, например, в машине, вы втыкаете в какой-то бортовой компьютер в экран. Вы идете, смотрите ютубчик или слушаете какой-нибудь подкастик. Вы находитесь на работе, у вас тоже перед вами монитор. Вы сидите дома, перед вами какой-то телевизор, еще что-либо. То есть где-то 70% времени вы проводите как в том или ином экране. У нас, допустим, сейчас бигборды там еще обычные, бумажные. Но я думаю, что скоро и они будут являться определенными экранами. И скоро время, которое мы будем проводить за экранами, будет только расти. Есть замечательный Тюдо, который был премьер-министром и сейчас баллотируется, если я не ошибаюсь, президентом. У него была прекрасная история буквально месяц, может, два назад. Когда он проводил свою политическую кампанию, нашли фотографию 11-летней давности, на которой он был переодет Аладдином. Ну, как бы Аладдин, араб, он темноват, тут ничего с этим не поделаешь. И он покрасил лицо в темный цвет, чтобы соответствовать этой фотографии с хэллоуинской вечеринки. Сейчас его оппоненты гнобят его тем, что он это сделал из-за того, что он расист. То есть, я уверен, что на тот момент эта улыбка была чистосердечной, никакого российского подтекста там не было. Но сейчас в наших современных реалиях любое ваше действие может быть расценено в плохом смысле какой-либо группой людей. Поэтому все, что сейчас вы делаете, завтра может быть расценено негативно. В связи с этими всеми трендами, которые сейчас у нас есть, давайте подумаем, куда же мы движемся и как вам оставаться современными и актуальными в нынешнем IT-мире. Сперва на перво у нас есть абсолютно новый уровень взаимодействия с контентом. Соответственно, если мы хотим быть актуальными, нам нужно соответствовать этому тренду. Нам нужно понимать, как мы будем взаимодействовать с этим контентом дальше. Сейчас весь упор идет на быстрые решения. То есть хотите заказать еду, это два клика, там три, может быть, клика должно быть. Хотите заказать такси, тоже два клика. Хотите, я не знаю, на свидание сходить, Тиндер, пожалуйста, два клика и вы на свидание идете. Сейчас везде есть гаджетализация, диджитализация, визуализация всего абсолютно. Как я уже сказал, везде гаджеты, везде цифровые аналоги, везде идет виртуализация каких-то данных. Я вам говорил про здоровье. Почему я про него говорил? Потому что на сегодняшний день хелс-проекты – это одна из самых больших ниш IT в целом. Потому что на хелс сейчас делается абсолютно на что угодно. Делается какое-то приложение, которое связано так или иначе с вашим здоровьем. Которое считывает данные с часов, с фитнес-трекеров и тому подобные вещи. Сервисный подход ко всему. Если заметили, то сейчас есть подписка на музыку, подписка на фильмы, Netflix и тому подобные вещи. То есть сейчас как таковой отдельный продукт никто не покупает. Покупает подписку на ту или иную компанию. Точно так же приложение сейчас, тот же Adobe. Если раньше можно было купить за хорошую стоимость тот же Photoshop, еще что-либо. А сейчас это практически везде двигают подпиской. Облачные решения. Все сейчас будет уходить в облако. Абсолютно все. Там живой пример даже из игровой индустрии. Стадия прекрасная, которая сейчас толкает Google. Или Microsoft Google, по-моему. За то, чтобы все игровые решения были в облаке. Вам не нужно будет иметь здоровенный компьютер, который будет у вас за кучу денег купленный. Работать, как говорится, вы купили его для учебы, конечно же. Я понимаю. Но вам это будет не нужно. У вас будет мониторчик, маленькая коробочка, через которую вы сможете выйти в интернет и играть в любую игру, заниматься учебой. Ну и, конечно же, стерильность. Потому что, если вы посмотрите внимательно на приложение современное, их UI достаточно стерилен. Без каких-либо интересных новшеств, без каких-либо рюшечек. Почему? Потому что, опять-таки, любое ваше решение, которое не стерильное, может завтра повлечь для вас проблем. Поэтому все стараются сделать более-менее стерильный контент. Как быть актуальным для вас? Что нужно делать вам, чтобы оставаться актуальным, чтобы вы были в рамках спроса сегодняшнего? Я это разделил все на определенные категории для каждой специализации, которая может быть на сегодняшний день востребованного. Начнем с QA, потому что я сам оттуда, и мне это было проще сделать. Первое, с чего надо начинать, это учить автоматизацию. Через год, через два, еще, возможно, не так она будет нужна. Но в течение пяти лет я уверен, что если у вас не будет знаний автоматизации, вы никому не нужны будете, если вы собираетесь идти в тестирование. Сколько людей собирается идти в тестирование из вас? Один? Ну, окей, я тогда поищу для тебя одного сейчас. Почему? Потому что сейчас все команды в Европе и в Америке работают гибридными тестировщиками. Если есть тестировщик, он обязательно гибридный. То есть он делает автоматизацию, после этого сразу же идет, в смысле он делает мануальное тестирование, после этого сразу же идет и его автоматизирует сам. Нету отдельно мануального тестировщика, нету отдельного автоматизатора. Один человек выполняет и то, и то. Качать технические навыки обязательно. Без технических навыков тестировщик тоже сейчас никому не нужен. То, что человек может прокликать и сравнить там картиночку с каким-то ожидаемым результатом, никому уже не надо. Сейчас проекты настолько тяжелы с технической точки зрения, что без этого вы не сможете работать. Уметь быть DevOps'ом. Зачем? Потому что, опять-таки, сейчас все происходит в ежедневных билдах практически, то есть какой-то continuous integration, его было бы неплохо уметь настраивать. Кроме этого, все происходит в облаке, практически все. Сейчас 90% инвайроментов, никто не держит дата-центры огромные, все берут в аренду у того же Амазона, еще у кого-то, и поэтому облачные решения всегда в цене сейчас. Следить за трендами в современном мире, чтобы оставаться актуальным, быть экспертом в прикладных сферах. То есть, если мы говорим, допустим, что идете работать в healthcare куда-то, значит, нужно разбираться в healthcare. Если вы хотите работать в какой-то другой сфере, ну, допустим, гемблинговая сфера, в которой я там был какое-то время задействован, гемблинговая сфера, она подразумевает собой определенное казино. Казино – это всегда какие-то коэффициенты ставок, это всегда сертификация обязательная у тех или иных продуктов. Если вы не знаете, как нужно сертифицировать продукт, вы не сможете его правильно протестировать. Соответственно, чтобы быть экспертом в QA, нужно понимать прикладные сферы, в которых вы работаете. И не сидеть в зоне комфорта. Как только вы оказываетесь в зоне комфорта и прекращаете развиваться, это все, это конец. Вас тут же буквально за месяц-два обгоняют соседи, коллеги ваши, потому что сейчас эти сферы развиваются настолько быстро, что даже месяц простое для вас чреват. Девелопер. У меня, в принципе, сейчас для всех специальностей будет три последних пункта одинаковые, потому что они актуальны для всех на самом деле. Начнем с девелоперов. Быть готовым учить новый язык программирования или технологию. Сейчас языки программирования начнут сменять друг друга со скоростью баснословной, просто баснословной. Если вы там сейчас Java-девелопер, возможно, через год, через два вам придется учить .NET, который станет резко популярным. Например, на сегодняшний день у нас в тренде очень сильно поднялся .NET в этом году. В прошлом году Java была в тренде, и эти тренды могут меняться каждый год очень сильно, и чтобы оставаться актуальным, иногда придется переучиться на другой язык. Качать софт-скиллы. Это тоже хорошо бы делать всем, но, к моему сожалению, то, что я заметил, у девелоперов с этим бывают проблемы. Поэтому девелоперам, из-за того, что они сильно технические люди, у них техничка просто прекрасная у всех, нужно качать софт-скиллы параллельно, иначе, опять-таки, можно отстать от других кандидатов, которые будут это прокачивать. У нас есть в Нью-Йорке сидит один наш коллега, он, если я не ошибаюсь, он эксперт по трем различным языкам, он эксперт DevOps при этом, он эксперт QA, автоматизатор, он эксперт Team Lead у нас, и еще он сейчас пошел получать эксперта в разрезе аккаунт-менеджмента, то есть напрямую работы с заказчиком, развития аккаунтов. Когда я к нему пришел и спросил, зачем тебе это? Ну, ты сидишь, ты офигенный эксперт во всем, ты классный технический парень, зачем тебе нужен еще менеджерская составляющая и софт-скиллы? Он сказал, потому что я засиживаюсь, мне становится скучно, и меня обгоняют другие на повороте, я должен подтягивать софт-скиллы. И один из способов подтягивать софт-скиллы, он вышел со своей зоны комфорта, в которой он был классный технически, и пошел учиться в разрезе софт-скиллов. Девопсом. Быть всегда универсальным, потому что сейчас любое решение, оно должно быть универсальным для того, чтобы вы могли его переиспользовать в других каких-то версиях продукта или в других приложениях. Уделять большое внимание облачным технологиям. Это все то, что я вам говорил уже несколько слайдов. Облачные технологии, за ними будущее, и поэтому если девопс не умеет работать с облачными технологиями, для него это чревато. Автоматизируй и бэкап. Без этого, опять-таки, никуда. Автоматизация сейчас нужна любых процессов, разворачивания инвариументов, разворачивания каких-то процессов в плане деплоя, в плане тестов и бэкапить. У нас, ребята, некоторые не думали о бэкапе, и теперь у них проблемы на проекте с кастомерскими данными, которые немножко потерялись. Следить за трендами, опять-таки, быть экспертом и не следить за один комфортно. Бизнес-аналитик. Одно из важных правил, которое для бизнес-аналитика должно быть, думать не, что нужно заказчику сейчас. Я всегда говорил бизнес-аналитикам раньше, что вы должны не думать, что хочет заказчик, вы должны думать, что нужно заказчику. На сегодняшний день это звучит по-другому. Вы должны уже думать не, что нужно заказчику, а что ему понадобится завтра. Потому что сегодня ему нужно одно, но пока вы будете разрабатывать этот продукт, нужда его и его цель поменяется 10 раз Поэтому надо думать, что ему понадобится завтра Думать над универсальными решениями, которые можно будет потом переиспользовать в каких-либо интеграциях его продукта с тем, что он будет выпускать Сейчас любой продукт, опять-таки повторюсь, он сервисный Вы часть выпустили, вы выпускаете похожий второй какой-то продукт, который с первым интегрируется В любом случае нужна универсальность Следить за трендами, быть экспертом в универсалье зоны комфорта, опять-таки Дизайнер Дизайнера у нас в Одессе, скажу вам откровенно, дизайнеров в датарте в Одессе нет Но у нас есть очень большое подразделение в Киеве и большое подразделение в Питере Почему у нас нет в Одессе дизайнеров? Кто-то вообще хочет быть дизайнером здесь? Больше, чем в Киеве, ничего себе На удивление Почему нет в Одессе дизайнеров? У нас, к сожалению, не потому что не мы их не хотим взять Не приходило еще к нам в Одессу на собеседование дизайнера, который смог бы пройти у нас собеседование. Поэтому, может быть, кто-то из вас будет первым. Первое. Всегда помните про стерильность дизайна. Потому что, если вы этого не сделаете, потом у заказчика могут быть проблемы. Во всяком случае, этот тренд на сегодняшний день. Возможно, через неделю, через две, через месяц он поменяется. Красиво не значит удобно. Очень многие дизайнеры любят делать красиво, но ни хрена не удобно. Потом тестировщики, как я в свое время, находят эти проблемы и воют, потому что это невозможно использовать. Оно красивое, но не работает. Думать экранами. Сейчас все, что угодно, повторюсь, происходит на экране телефона, на экране планшета, на экране часов. И вам нужно иметь в виду, что эти приложения будут переиспользоваться на большом экране, на маленьком, на среднем, на часах вообще. Поэтому всегда думайте экранами и помните про то, что оно должно видоизменяться в зависимости от девайса. Следите за трендами, будьте экспертом, не сидите в зоне комфорта, напомню. Теперь то, что касается абсолютно всех специализаций, а не какой-то конкретной. Первое, что нужно помнить, это за жизнь у вас будет несколько специализаций, хотите вы этого или нет. Я живу этому примеру, да, у меня уже пошла третья специализация, я был изначально тестировщик, потом я стал тимлид в плане менеджер, да, теперь вот занимаюсь административной частью частично. Если вы хотите оставаться в тренде, вам нужно будет менять профессию так или иначе, потому что то, что вы будете делать сейчас, то, что вы учитесь сейчас, оно стареет через 5 лет. Поэтому через 5-10 лет вам придется адаптироваться под новые какие-то тренды. Не прекращайте учиться. Никогда, ни за что не прекращайте учиться. Потому что, я еще раз повторюсь, как только вы прекратите изучать что-то новое, как только вы прекратите изучать технологии, вы сразу же отстанетесь. Сейчас, если мы говорим про IT-сферу. Не относитесь к вашему уровню знаний как к постоянной величине. Если вы вышли в эксперты в ближайшие года, например, девелопер-экспертом, Java-экспертом стали, это не значит, что через месяц, через полгода вы все еще будете экспертом, потому что, опять-таки, выйдет куча всего нового. Если вы не будете это изучать, это не значит, что та экспертиза, которая у вас была, она останется все еще на том же уровне. Вы отзеркаливаете то, что вы потребляете. Как я сказал, очень много на сегодняшний день контента. Очень много контента. Я уверен, что миллион из вас подписан, все вы подписаны на кучу каналов в YouTube каких-то, на Telegram-каналы какие-то. И это, в основном, я думаю, развлекательный контент, скорее всего. Но помните, что чем больше вы смотрите развлекательный контент, тем меньше времени у вас остается на предыдущие пункты. Поэтому постарайтесь как-то разграничить время и потреблять не только развлекательный контент, но и то, что вам поможет в будущем. Учатся сейчас все или нет? Студентов много тут? Подымите ручки, пожалуйста. Много. Отлично. Вот сейчас, пока вы учитесь, знания-то хорошо. К сожалению, моему в университетах сейчас дают немножко устаревшие вещи. Но, тем не менее, у вас есть отличный шанс получить за время, пока вы в институте, накопить связи какие-то. Связи — это всегда полезно. Сейчас вы работаете в одной сфере, через какое-то время понадобится работать в другой сфере, или вам нужна будет помощь, и вы сможете благодаря этим связям это реализовать. Я был крайне удивлен, когда я пришел в DataArt. У меня был в институте один коллега мой, мой друг по институту, но он был двоечник, скажем так. Я не хочу говорить плохое слово, он был двоечник. Я пришел в DataArt первый раз и увидел его. Я узнаю, что он сеньор, разработчик. Я крайне скептически к этому отнесся и был очень сильно насторожен. Но через полгода, по-моему, нас так свело время, что мы оказались в одном проекте. И я был безумно удивлен тому уровню знаний, который у него был на тот момент. Он был не просто сеньор, он уже был эксперт и показывал просто шикарный результат. Он тащил сам проект с технической точки зрения. Это я к тому, что если бы у меня не было там с ним связи, и я не казался с ним в одном этом проекте, я бы не узнал этого. И я бы, может быть, завалил проект, если бы не он. Поэтому связи всегда это важно. Софт-скиллы это важно. Не только техническая составляющая важна для того, чтобы вы могли устроиться на работу, чтобы вы могли быть современными, чтобы вы могли быть актуальными для каких-то позиций. Софт-скиллы имеют 50% вашего успеха, если не больше. Английский и китайский. Почему китайский? Я думаю, всем понятно. Английский, соответственно, это язык, который используется сейчас в большинстве своем. Китайский, я предполагаю, это язык, который будет использоваться в большинстве своем будущем, скорее всего. Поэтому освежайте или учите. Как попасть в IT? Перейдем немножко к этой теме, любимой теме всех студентов в IT-в IT. Первое – это мотивация. Первое, на что мы смотрим, когда мы собеседуем к нам на протеканскую программу, ребята, это мотивация человека. Это не знание его, не понимание техническое, даже не английский. Первое, на что я смотрю, допустим, когда беру к себе в практиканта или в школу, это мотивация человека. Если у человека нет мотивации, мне с ним говорить не о чем. Потому что главное для студента, для того, кем вы являетесь сейчас, это желание впитывать новое знание, желание учиться. Поэтому мотивация стоит на первом месте. Второе – это знание английского. Объясню почему. Если у вас обалденный технический уровень, но английский – ноль, вы английский за пару месяцев не выучите. Это будет длительный, сложный процесс. А вам надо общаться с заказчиком каждый день. Вам нужно общаться с интернациональной командой каждый день. Это все на английском. Поэтому если у вас английский – ноль, это плохо. Если у вас адекватный уровень технический, но он не идеален. Это можно подтянуть за какое-то время. Тем более для джуниор-позиций не нужно хватать звезд в плане технички. Вы можете научиться какой-то сфере деятельности в разрезе джуниорства и потихоньку ее подтягивать. Она потянется быстрее, чем знание английского языка. Понимание, зачем вы сюда идете. Это очень важный момент. Я спрашиваю это всегда на собеседованиях тоже. У себя у ребят в школе спрашиваю. Еще раз, вы идете сюда, если что, не потому что тут в долларах и зарплаты миллион. Очень любят все говорить, у меня там муж работает в IT, он сказал, меня устроит. У меня брат работает в IT, меня устроит. Вообще у вас в баксах платят, обеды, бесплатные страховки и так далее. Если вы посмотрите на статистику по количеству людей, которые получают там зарплаты, например, выше 2000 долларов. И по количеству тех, которые пришли в IT там с 400, к примеру, долларов, и получают там сейчас 1500 или меньше. Вот тот процент, который остался на маленьком уровне, он намного больше тех, кто вырос до большого уровня. На самом деле у нас в стране сейчас можно получать эти деньги, не работая в IT, не вкалывая там на релизах ужасно до ночи и не бегая с жопой в мылье, простите, когда у вас что-то не получается и горит. Поэтому 10 раз подумайте, если вы сюда идете исключительно за зарплатами, не факт, что они у вас будут выше, чем по рынку на других специализациях. И работать здесь придется, поэтому подумайте, зачем вы сюда идете. И да, предупреди семью, что у вас свободного времени не будет, поэтому там парни, девушек, братьев, сестер имейте в виду, со временем крайне сложно. Например, сегодня я тут собираюсь быть часов до 10.11, вчера я здесь был часов до 10 и позавчера я был здесь до 9. В Одессе я был где-то полгода из этого года, все остальное время тоже вне Одессы катался по командировкам. Что с одной стороны хорошо, если вы можете посмотреть город, у меня этого времени не было. Поэтому имейте в виду, что времени свободного у вас не будет и придется работать. Как стать частью семьи DataArt? Первое, это нужно все иметь с прошлого слайда. Все, что я рассказал с прошлого слайда, это должно быть у вас. Если у вас это есть, мы переходим к следующему пункту. Вы должны подать резюме. Резюме можно подать через нашу рассылочку HR. Я думаю, что она где-то там написана, сможете поискать. Дальше, следить за новостями о наших школах и практиканских программах. Давайте вот как раз тут расскажу про нашу школу немножко. Сейчас, допустим, у меня проходит Q&A школа. Я взял 6 человек, собирался 5, взял в итоге 6. Которые в течение трех месяцев мы с ними учимся по два раза в неделю, по два, может быть, два с половиной часа. Проходим определенный набор занятий с практикой, с теорией. И после этих всех занятий по результатам трех месяцев я двух из них планирую взять к себе в компанию джуниорами. Официально они в компанию датарт джуниорами. Раньше у нас школа... Кто знает о нашей школе, как она раньше работала? Пару человек, да? Окей, раньше у нас школа была следующего формата. Мы собирали ребят. Где-то нам около 80 человек, плюс-минус. И разбивали их на команды, давали общее знание по каждому направлению. Там два занятия по дебелам. Ну, например, там два из них, одно из них там на бэкэнд, одно на фронтэнд. Потом еще по какому-то языку программирования давали... Нас торопят, я постараюсь ускориться. Давали пару занятий по QA, давали пару занятий общих про то, как работать с теми иными тулами. После чего они пилили какое-то одно приложение вместе командами и показывали его. Мы столкнулись с тем, что в современных, опять-таки, реалиях из-за того, что технологии много, знаний нужно много, это не особо работает у нас сейчас, потому что ребята не успевают выучить то, что им надо за такое маленькое количество занятий. И погрузиться в эту специализацию. Поэтому сейчас мы решили, что мы будем разбивать школу на 2-3 месяца каждого направления. собирать меньшее количество, намного меньшее количество людей в этих школах, чтобы из них растить уже полноценных специалистов. Соответственно, вот сейчас у нас идет QA-ная школа. Может быть, следующая запустится по какому-нибудь виду, по какому-нибудь направлению в ДВЛМ. И разделяя с нами наши ценности, которые были тоже на пару слайдов назад, если у вас это все есть, я буду рад взять кого-то из вас в дальнейшем к нам в интернатуру, увидеть в целом как коллег нашего коллектива. Какие у вас вопросы? Давай сидят, спрошу. Давай. Да, сейчас будет микрофончик. Вы говорили про хеллскеер и браслетики, витнес-трекеры. Там всего три цифры. Что там можно анализировать? Там не только три цифры. У тебя, смотри, допустим, вот эти вот часы, которые я, у меня к ним много консернов, да, но тем не менее, они умеряют и пульс, и шаги, и давление. Ну, давление не меряют, ладно, бру. И сердечный ритм, вот, и все это, в принципе, ну, это не три цифры, это уже три показателя, вот. Ко всему прочему, они меряют различные активности физически, то есть, там, спортивно, как ты поплавал, как ты побегал, как ты еще что-то сделал. Из всего этого можно, как минимум, выбирать себе, там, по колоражу диету какую-нибудь, там, следить за здоровьем. Если у тебя что-то случилось, там, то, опять-таки, ты можешь подумать, есть сейчас фитнес-трекеры, которые меряют сахар, уровень сахара. С погрешностью, но есть. Вот, поэтому все в будущем будет, я же говорю про тренды. То есть, речь о том, что нам нужны какие-то аппараты для инпута данных каких-то особых? Не для инпута. Для инпута это не совсем то слово. Нам нужно, во-первых, алгоритмы продумать, как мы можем это мерить. Не просто аппаратная часть. Аппаратная часть давно есть. Нам нужно продумать алгоритм, как он будет мерить с наименьшей погрешностью и будет жить при этом не один-два дня, а недели. Вот, когда это все появится, оно появится, я думаю, в ближайшем будущем. HealthCare, как носимый гаджет, если мы говорим именно про носимый гаджет, оно выстрелит. Сейчас в HealthCare очень сильно развивается в плане приложений различных. То есть, ты можешь пойти, померить, я не знаю, калорийность, сколько ты там потратил, побегал. Он тебе говорит, чувак, тебе нужно диету вот такую вот соблюдать. А если ты хочешь похудеть, тебе какую-то диету нужно соблюдать и тому подобные вещи. То есть, сейчас приложений таких миллионов на самом деле. Да. Вот вы когда говорили о тенденциях в IT, вы упомянули такое понятие стерильность. Можете объяснить на конкретных примерах, что вы имели в виду? Окей, рассказываю. Это было к тому, что сейчас нужно думать про то, что вы показываете людям, и чтобы их не обидеть. Допустим, возьмем любое событие, сейчас очень много social justice warriors у нас везде, они прям везде есть. И любую категорию людей обидеть можно вот так вот, из которой разгорится огромный скандал. Поэтому нужно работать так и продумывать тот же дизайн какой-нибудь. Нужно продумывать тексты, которые будут написаны в Апликухе. Нужно продумывать, что Апликуха делает. Так, чтобы никого не зацепить из этих групп людей. Сейчас на Google конференцию в этом году, которая была, сколько там, пару месяцев назад, где-то, по-моему, или два, вот, рассылались приглашения на Google конференцию. В ней было три варианта пола. В ней было мистер, миссис и другое впиши свой. Ну вот, это первый раз за всю историю, такого не было никогда. Вот это имеется в виду по стерильности и по современными трендами. Спасибо. Да. Да. Здравствуйте. Вы, когда рассказывали про тренды, вы ничего не сказали о AI, я имею в виду искусственный интеллект. Работаете ли вы так или иначе в компании с этим или нет? Это хороший поинт очень. Я его не затронул и просмотрел. На самом деле мы с ним работаем. У нас есть целый Дейл, который занимается этим. И у нас сейчас прямо в Одессе мы собрали несколько тестировщиков, которые занимаются тем, что они продумывают, как тестировать правильное машинное обучение. Потому что проблема в том, какие данные ему скармливать, чтобы понимать, что это реально машина обучения, которая поняла это. Например, возьмем замечательный пример. Есть машинное какое-то обучение, которое срабатывает в 99% случаях из 100 картинок. Вот одну картинку не понимает. И мы знаем, какую картинку он не понимает. И девелопер знает, какую картинку он не понимает. И у девелопера очень большой соблазн скормить эту картинку ему и сказать, вот это нельзя, это плохо, короче, определяй ее вот так. Но это не будет машинное обучение уже. И вот в этом задача тестировщиков сделать так, чтобы это работало как машинное обучение, а не как просто какой-то пошаговый алгоритм. Сейчас наши ребята пытаются это продумать, потому что за машинным обучением, я как раз только вчера к нам приходили ребята с одной из школ, рассказывал про то, что за этим будущее на самом деле. Это лучше криптовалюты, которая была, уже угасла относительно скачков по финансам. Это лучше health care, это лучше гаджетеризация, это лучше всего, что я упоминал. Почему не было слайда, я, кстати, удивлен, что это забыл включить. Это реально будущее, потому что сейчас предлагать юзеру то, что он хочет завтра, это очень важно, потому что он за это будет платить. Если вы подумаете, любой сервис агрегации билетов, букингов и так далее предлагает вам, что вы можете захотеть завтра, куда вы можете поехать. Netflix. Если у кого-то есть подписка Netflix, и вы посмотрели там 5-6 сериалов, фильмов, он будет предлагать то, что вам 100% понравится. Но вот у меня, у ребят, у кого есть подписка, есть время на это дело, не было ни одного ошибочного случая, чтобы он предложил то, что не понравилось. Spotify. Те же агрегации музыки. Да, это молодец, что я заметил. Хороший вопрос. Здравствуйте. Вы упоминали, что когда смотрите на девелопера, вы в первую очередь смотрите, что он должен быть замотивированным. Не только на девелопера, на любого инженера. Да, на любых, что они должны быть замотивированы. У меня вопрос, а как отличить, как вы, например, отличаете замотивированного девелопера или нет? То есть, например, какой вопрос вы задаете человеку, чтобы понять, есть у него мотивация или нет? Отлично. Тоже недавно разговаривали на эту тему. Это, на самом деле, когда вы собеседуете уже не первый год, когда обучали не одно поколение студентов, это видно на раз-два, просто видно по человеку, есть у него желание учиться или он пришел сюда по каким-то другим причинам. Плюс есть определенные вопросы подводные, которые я не буду называть, что вы на них потом правильно отвечали, конечно же, да, но попытка хорошая. То есть, есть смысл в том, чтобы человек был готов просто учиться дальше чему-то, не просто прийти на что-то, грубо говоря, без развития. Если мы говорим про студентов, это, да, это главная задача мотивации. Ну, смотрите, у нас приходит, например, к нам парень, девушка, не суть важна, приходит, и я ее спрашиваю или его спрашиваю на собеседовании. Пришел на позицию QA-трени в школу. Говорю, что знаем про QA? Ну, я прочитал о Савина или прочитал Савина. Я говорю, а когда про школу узнал? Два месяца назад, чтобы за два месяца прочитали Савину только, и все как бы, ну да, но вы же всему научите. Но это мотивация. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, спасибо за докладство. Скажите, пожалуйста, вот каким образом можно понять, что у тебя уже достаточно технический уровень? В плане, ну я видел, есть книжки, которые там надо прочитать. Ну, может быть, есть какие-то еще проекты, которые ты можешь сделать и понять, что вот я уже готов как бы на позицию разработчика. Или такого нет? На сегодняшний день я считаю, что никогда не будет достаточного уровня знаний, опять-таки в связи с тем, что нам нужно двигаться вперед постоянно. Но если мы говорим про то, чтобы прийти на какую-то тройнюю позицию, да, или дженерскую позицию, то, в принципе, на том же доу есть минимальный список требований, что нужно знать. Если мы говорим про development, я бы взял за основу что-нибудь, что можно, если ты сможешь сам написать какую-нибудь веб-апликушку с открытым API и поюзать все это дело, небольшую, хотя простенькую, но это уже что-то, это уже неплохо. Можно зайти на какой-нибудь фриланс-ресурс тоже посмотреть, что там предлагают потестировать, например, и хотя бы что-то похожее быстренько напилить, такой минималочку какую-нибудь. Если мы говорим про development, если мы говорим с точки зрения QA, там все немножко по-другому. Спасибо. Андрей, добрый вечер. Скажите, вот вы говорили про IT School, да, вот среди нас здесь один QA и, наверное, не очень определившийся. Как насчет девелоперов? Как насчет девелоперов IT School? Давно не было, особенно раньше это было по летам, вот, и как-то в прошлом летом, кажется, это зависло, и не было IT School. И если это в новом формате, то, может, планируется. Я понимаю, разработчики, да, у них, наверное, нет времени, когда ты пилишь проект, и у тебя вот в мыле, и еще у тебя там надо обучать студентов. Ну, вообще, может, какие-то планы, скажем так. Да, и, как я уже сказал, почему мы ее переформатировали? Потому что даже вот те девелоперы, которые выходили с этой школы, они выходили не с тем багажем знаний, который минимально необходим, чтобы попасть на работу в какую-либо организацию. Вот, поэтому мы решили, что это нужно переделать и давать людям более глубокие, более подробные знания, чтобы они смогли потом сразу работать. Вот, первым пилотным таким проектом показалось, ну, QI-школа, потому что я решил сам это запустить и попробовать. К сожалению, девелопмент преподавать я не могу, вот, в связи с тем, что я не девелопер, да. Но вторым выпуском такой школы мы планируем сделать девелопмент. Ну, вот, девелопмент, соответственно, у нас будет где-то после Нового года. И я думаю, что после всех праздников, это, скорее всего, февраль, конец февраля. И я предполагаю, что первым полетом будет или .NET, или Java. Ну, вот, скорее всего, .NET, потому что сейчас на него спрос у нас больше. Андрей, скажите еще такую вещь небольшую. В киевском офисе вашем есть Владислав Дмитриев. Он тем не обожает. И он делал, ну, должен был делать как-то статью. Он собирал в комментариях вопросы для сотрудников DataArt. И делать статью, как бы, ответы на них, как бы, в Инстаграме Влада больше нет. Вот, скажите, вообще, может, в вашем это как-то возродить можно, чтобы все-таки задать, как бы, вопросы как-то не по одному, а может, кучкой сделать какую-то общую статью? Окей, рассказываю. С Владом, кстати, говорил сегодня утром, на самом деле. Сегодня утром прям с ним общаюсь. Он сейчас в Египте, кто его знает. По поводу того, что организовать это заново, он тогда, если я правильно помню, собирал статью, у нас было что-то типа звонок в DataArt или как-то так, DataArt на связи называлось. Вот, инициатива. Я там тоже участвовал. И мы по полчаса уделяли желающим время, отвечали на их вопросы. Эта инициатива сейчас закончилась в разрезе моего участия и Влада участия. Сейчас участвуют четыре других человека. Она постоянно проходит на нашей страничке официальной, можно увидеть, кто там участвует и записаться к тем или иным людям. Соответственно, хотите дальше позадать вопросы, запишитесь туда, можно пообщаться. Если есть вопросы какие-то относительно именно Одесского офиса или каких-то вещей, на которые я могу ответить, можете взять нашу пиарную рассылочку туда написать, я с радостью отвечу. Ну, или мне куда-нибудь в какие-то социальные сети тоже, пожалуйста, я не против, могу отвечать на вопросы. Мини, прям супер мини вопрос. Скажите, Андрей, решился ли вопрос с сотрудниками по бизнес-трипам? Вы когда-то писали, что надо больше летать и путешествовать, и как-то вам начали задавать вопросы, что может не совсем у нас такое есть. Решился ли этот вопрос? Смотрите, у нас, ребята, как бы все зависит от проекта, да, если у тебя проект, в котором есть возможность нанести необходимость летать и путешествовать, то пожалуйста. Если проект не дает такую возможность, ну, понятное дело, что не получится, но я, в принципе, почти уверен, что каждый из сотрудников DataArts хотя бы раз или два катался в ту или иную командировку. Вот, это мне там повезло в этом году, что я там откатал, хотя, ну, тут сложно сказать, что повезло, потому что, поверьте мне, это адский труд, с учетом, что приезжаешь там на два-на три дня, перелет, например, в ту же Азию, это от 12 часов, и приезжаешь с клиентом весь день, мозговой штурм, какой-нибудь воркшоп, и потом обратно еще столько же часов, ради того, чтобы провести там с клиентом два дня без каких-либо прогулок по городу, без всего, это исключительно работа. Поэтому то, что вы можете себе фантазировать, думать о командировках, романтизировать эти командировки, это не так, на самом деле. Командировка – это тоже очень тяжелая работа, и, к сожалению, я бы сказал, даже тяжелее, чем работа по месту. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что посоветую я почитать? Вы лично. Не дела. Литературу в плане, какую ты имеешь в виду? Любую. Любую. Ну, хорошо. Я бы посоветовал вот тебе, как фанату «Звездных войн», и от себя, как фанату «Звездных войн». Я не смотрел. А как это, что ж такое? Ну, хорошо, в любом случае, если все-таки фанат «Звездных войн», рекомендую почитать сагу про Южень Вонгов. Очень интересная серия. Если мы говорим про более серьезную литературу… Что полезное? Пелевина. Это и полезно и для мозга, и полезно в целом будет. Хорошо. Спасибо. Извините. Так как заговорили за вашу IT-школу, я хотел бы спросить, вы сказали, что отбор стал меньше, наверное, так удобнее. Как происходит отбор в школу? Посредством интервью или есть какой-то, не знаю, технический тест или что такого плана? На Java, допустим, или там .NET, школу, которую мы планируем засуществить, будет явно техническое какое-то задание, это 100%. Если мы говорим про школу QA, куда я там набирал, я, ребят, собеседовал лично где-то по полчаса 40 минут примерно. Мы сначала был английский, потом у меня собеседование техническое для тех, кто пришел английский. Там были вопросы технического характера в разрезе баз данных и сетей, и потом уже теоретические вопросы в разрезе тестирования с какими-то простенькими практическими примерами. Мне не нужно было прям правильные ответы получить от человека, мне нужно было знать, понимает он процесс, как это происходит или нет. Это если мы говорим про QA-школу. Если говорить опять-таки про Java или .NET, как я уже сказал, там будет техническое задание явно. Отбор меньше стал не потому, что так удобней или неудобней, а потому что я вижу, что максимум 5-6 человек – это тот максимум, который я могу взять, чтобы каждому из них уделять должное внимание. Не просто выйти и рассказать, а посидеть с человеком, объяснить ему, если будут вопросы, сделать какое-то практическое задание. Больше 5-6 человек потянуть очень сложно. Все. Еще у кого-то какие-то вопросы? Какой-то вопрос. При обустройстве играет роль, сколько ты книг прочитал? По «Звездным войнам»? Ну и, конечно, если ты кинематограф, то да. Но если, допустим, ты делай, то играет роль, сколько ты прочитал технической литературы? При собеседовании? Или можно просто ограничиться документацией, какими-то статейками в интернете, видосиками и так далее? Ну, для себя чисто, ты не ограничишься этим, потому что тебе этого явно не хватит. Если говорить про ответ на собеседование, тебя просто не спросят, сколько ты книг прочитал. Ну, я не видел ни разу, чтобы кто-то спрашивал, сколько книг ты прочитал. Ну, оценивать, то есть по навыкам там? По навыкам, по ответам на вопросы, по какому-то практическому заданию. Просто спросить, сколько книг ты прочитал, такого не было. И я помню, как я шел на собеседование первый раз, еще в первую IT-компанию. Да, я шел, я нес с собой папочку с всеми дипломами, которые у меня были, с дипломом с институтом, с разверткой оценок моих с института и с дипломами английского, что у меня были. Я пришел. А? А? Нет, список вот это я упустил. Я пришел, ко мне пришли собеседующие, одна из которых, кстати, работает у нас сейчас. Я даю им папочку, они говорят, да это что? Я говорю, ну как, диплом с института, там еще что-то. Они так в сторонку убирают. А теперь давай поговорим. Вот, поэтому это никого не интересует. Во всяком случае, в нашей стране, если мы говорим про это. Спасибо. Если мы говорим про другие страны, Европу там и так далее, там дипломы в разрезе каких-то технических дипломов дополнительных, миссионных, там, PHD и тому подобные вещи, они ценятся. Они дадут тебе плюс. У нас спрашивают очень редко. Благодарю за ответ. Добрый вечер. Я хотел спросить, а у вас в компании работают вообще специалисты по кибербезопасности? Почему-то это сейчас всех так интересует. Я догадываюсь, почему. На самом деле, да, работают. У нас есть два отдельных отдела. В каждом офисе есть по паре человек с этого отдела. Один человек занимается, ну, в смысле, один отдел занимается внутренними, кибербезопасностью. Второй отдел занимается заказами на внешку, на аудит внешних решений. К нам есть одна одесская компания, я не буду называть, которая к нам приходит за аудитом их салюшенов. Ну, это IT-компания, у которой просто нет отдела кибербезопасности, они приходят к нам. Можно еще вопрос? Да, конечно. Какой университет вы заканчивали? Два. Да, у меня Политех-Х или ФАФТ, да, Малахова специальность тогда была. И вторая экономика, экономика правовой в Мещниково. Менеджмент там чего-то там. Спасибо. А? Нет, там менеджмент внешнеэкономической деятельности, попрошу. Там еще вопрос был. Да. Да. Алло. Да, слышно, слышно. У меня вот такой вопрос. Я иногда вижу на стакуэрфлотом, сбоку такая рамочка, и в разные компании требуются магистры, доктора, печки, которые... В Украине я не очень могу понять, зачем, но вы были за границей, вы, наверное, общались там. Зачем это вообще надо? У них немножко другое образование. У них другое образование, по-другому оно идет. Не в плане того, что у нас плохое, у них хорошее. У них, когда ты устраиваешься на работу, там идет определенная льгота тем, кто закончил, тем, кто не закончил. Это раз. Во-вторых, когда ты заканчиваешь институт по специализации на месте, когда тебя берут на работу, могут быть уверены, что хотя бы какой-то минимум технический тебе дали современный, правильный и в русле времени. У нас, к сожалению, не все так гладко с этим. У нас могут быть знания глубокие, но вообще по специализации, которая никому сейчас не нужна. Но при этом поверхностные, потому что надо. Например, я не слышал, чтобы сейчас где-либо преподавали QA в институте. Хотя, если бы QA давали, например, в университете хотя бы один курс, все курсы, которые у нас сейчас стоят 500-600 баксов и так далее, они просто закрылись и никому не нужны были. У нас, к сожалению, хорошее образование, но не совсем современное. А там оно более современное, поэтому если у тебя есть диплом, ты закончил современную специальность, и это подтверждает это. А насколько есть разница между последними знаниями, которые дают специальность в универе, и научными какими-то более базовыми вещами? Что, по вашему мнению, более важно? Что должен давать универ? Я считаю, что университет должен давать те специализации, которые сейчас являются, во-первых, современными в тренде. То есть, сами преподаватели должны адаптироваться как-то. То есть, не давать в институте ассемблер, который сейчас никому нахрен не нужен, простите меня, а давать какие-то современные языки. Если у вас есть преподаватель, который занимается вопросом преподавания какого-то языка программирования, ну пусть он тоже подучится, это не такая большая проблема. Переучиться, если ты хороший спец, переучиться с одного языка на другой, вон, мне потом не дадут соврать, расскажут, это не такая сложная задача. Поэтому я считаю, что нужно просто быть в ногу со временем. Это одно из ценных. Есть какие-то, да, вещи, которые должны быть для общего развития, которые должны быть базовыми, но ко всему этому не должно накладываться outdated знаний. Все должно быть в современном мире, в современных реалиях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что у DataArt есть офисы в 13 странах, да, если я все правильно помню. Хотел спросить, может ли происходить релокейт сотрудника в другую страну, и если да, то как часто и при каких условиях? Да, может, условий особо никаких не надо. То есть ты можешь податься на релокацию в ту или иную страну без каких-либо проблем. Те помогут только при условии, что это продакшн-офис. У нас просто есть пара офисов, они занимаются исключительно сейлзом, и туда попасть исключительно из-за того, что там места мало, сложно. А в те офисы, которые продакшном занимаются, это, наверное, не 13, а 9 стран, например. В них можно без каких-либо проблем подаешься, тебе помогают с документами, с временным жильем на несколько месяцев, потом помогают с съемом жилья. И все сопутствующие вопросы в плане легала, юридических и тому подобных вещей тоже разбираются внутри компании. А имеет ли значение количество времени, которое ты уже проработал в компании? Как минимум нужно закончить обязательный испытательный период. Ну вот. Да. Спасибо. Я только разговорился. Давай. Сейчас. А офис нормально функционирует во время футбольных матчей? Потом еще один вопрос, но по теме, пожалуйста. Офис функционирует абсолютно нормально, кроме того, что половина струнка выходит или на трибуну, или у окна и смотрят матч. Да. А вот что скажете по поводу математики для программиста? Математика обязательно нужна для программиста. У нас, я более того скажу, есть несколько в моих командах ребят, которых мы набирали с докторскими степенями именно по математике, потому что там алгоритмы сложные по вычислению данных с поступающих следаров. Не буду рассказывать весь проект, но там приходят данные, их нужно обрабатывать определенным образом. И там больше математика, чем программирование. Спасибо. Все? Как и всегда. Все, окей, спасибо, ребят. Всем привет. Меня зовут Настя. Я рекрутер компании DataArt. Вот уже шесть прекраснейших месяцев. Общий опыт работы в IT у меня четыре года. Информация, которой мы хотели бы с вами поделиться сегодня, будет полезна как для тех, кто находится в поиске своего первого места работы, так и для тех, кто уже работает в какой-либо из компаний. Так. Что мы знаем про этапы рассмотрения кандидата в компанию? Как составить CV? Именно об этом пойдет сегодня речь. Я работала в разных компаниях, больше двух лет в продуктовой компании, был также аутсорс и даже стартап. Но всех объединяет примерно одни стейджи рассмотрения кандидатов. Все начинается с прескрининга CV. И вы должны понимать, что это ваша визитная карточка. От того, как будет составлено CV, будет зависеть, рассмотрят вас компанию или не рассмотрят. После, конечно же, HR-интервью, на котором вы рассказываете о себе, делитесь своим опытом для того, чтобы мы понимали, насколько вы подходите к компании и насколько компания может подойти к вам. Это очень-очень также важно. Если все окей, то техинтервью. Есть еще дополнительные этапы, которые может включать техинтервью. То есть, может быть, тестовое задание, как это было в продуктовой компании. То есть, после HR-интервью мы давали тестовое задание на пять часов. Вы его выполняли. И от успешности выполненного задания мы понимали, можем ли мы собеседовать вас дальше. Ну и, как правило, после техинтервью делается оффер или не делается оффер. Есть еще дополнительные этапы. Например, как у нас. У нас есть еще проектное интервью, на котором присутствуют проект-менеджеры и технические эксперты со стороны проекта, которые делятся информацией о проекте, деталях вашего рассмотрения в дальнейшем, рассказывают о позиции, о том, что вас ждет, какие технологии, какая стадия разработки и так далее. Ну и, конечно же, оффер. Так. Если говорить о том, как должно выглядеть CV. Каждое CV должно быть структурировано и включать определенные блоки. О чем идет речь? Очень важно писать имя и фамилию. Никогда не оставляйте это поле пустым. Блок информации должен содержать максимум информации, но не нужно здесь переусердствовать и писать адрес. Можете, конечно, написать еще квартиру и какой-нибудь пароль от вашего сейфа, но это излишне. То есть вам важно указать e-mail, телефон, ссылку на LinkedIn. Почему LinkedIn? Потому как это основной инструмент поиска специалистов для рекрутера. И, соответственно, если у вас есть профиль, то это значительно упрощает, увеличивает шансы рассмотрения вас к нам, то, что вы будете замечены. Ссылка на Facebook, ну, в соцсети также желательно указывать. Summary содержит информацию о том, о вашем общем опыте работы и о ваших достижениях. То есть именно в этом блоке вы можете указать всю необходимую информацию. Например, если вы project manager с 10-летним опытом работы, то вы пишете это в этом блоке, указывая, что, к примеру, вы менеджили команду из 10 человек. Или там про SaaS solution или про какие-либо технологии, которые, может быть, применялись на вашем проекте. Что, например, это была мобайл-разработка или десктоп. Experience. Просьба. Experience – это основной блок, который показывает ваш опыт работы и обязанности, которые вы выполняли. Соответственно, мы начинаем всегда с текущего места работы. Вот это очень-очень важно, потому как, если, опять же, у вас больше пяти лет опыта работы и вы уже работали в шести компаниях, рекрутер может просто не прористать все ваши 10 страниц CV и не дойти до того, что необходимо. Как правило, мы охватываем последние три компании или две и смотрим, насколько долго вы работали в этих компаниях и какие обязанности выполняли. Ну, раздел Education, понятно, сертификаты и язык. Языки тоже очень важны, потому как для нас уровень коммуникативных навыков на первом месте. Все наши проекты предполагают общение с клиентом напрямую, соответственно, от уровня владения английским языком зависит, рассмотрят вас или нет. В Additional Information мы указываем информацию о, например, если у вас есть PET-проекты, да, если вы находитесь на стадии обучения, какие-то курсы, все это можно описать в Additional Information. Что еще очень важно? Очень важно обратить на Skype. Skype ID не должен быть там чика, к примеру, 2019, да, он не должен отображать какие-то нецензурные выражения, да, это будет очень-очень отталкивать. Расскажу на своем примере. Я работала в рекрутинговом агентстве, и у нас зареджектили кандидата только потому, что его Skype ID не соответствовал ожиданиям клиента, который, собственно говоря, рассматривал кандидата к себе. И это очень обидно, когда кандидата с отличным опытом работы отказывают только по причине того, что его Skype не соответствовал каким-то нормам. Так, здесь есть какие-либо вопросы? Нет? Окей. Да. Вписывать в фриланс? Конечно, да, обязательно. Это все, скажем так, практические навыки, которыми вы обладаете, да, они все очень важны. Для тех, кто находится в поисках своего первого места работы, практика прям просто must-have, то есть все любые достижения, даже то, что вы там делали курсовую или даже собрали… Вот я просто общалась со студентами Академии Холода, у нас есть. Они с третьего курса организовывают небольшие группки и ведут проекты. Это, конечно, очень-очень здорово. Только не делайте из своего CV винегрет. Не нужно писать Java, Go, Python. Это, конечно, замечательно, что вы с этим всем сталкивались, но вы должны понимать, что на техническом интервью вас обо всем спросят. То есть о том, что указано в вашей CV, это как бы отображение ваших знаний. Лучше указать, лучше не указать что-то, но как бы уточнить, что вот я нахожусь на стадии изучения чего-либо, да, чем указать и потом не знать, что ответить. Вот. И опыт работы в другой сфере? Опыт работы в другой сфере здесь под вопросом. Не нужно расписывать. Ну, я считаю, что нет. Как правило, если вы рассматриваете определенную позицию. Даже если в хорошей должности. Если в хорошей должности. Ну, вы можете указать, но совсем, ну, очень-очень кратко, что там на предыдущем, ну, из-за предыдущего опыта работы связан с тем-то и тем. Здравствуйте. Вы как-то неожиданно начали с вопросов. Скажите, вот здесь я не вижу фотографии. Как насчет фотографии? Да, кстати. Я так понимаю, это на западный, более на европейский манер, как бы, CV, так как у них не принято фотографию делать. Как вот в дата-арте, например, может, вы видели какие-то уже... На самом деле это халибар. Да, ставить фотографии или не вставлять. Почему так? Для меня фотографии – это как знак. Ну, на самом деле, я очень хорошо запоминаю CV, который я смотрю, особенно если там есть фотографии. Если по каким-то причинам вы не подошли к компании или вас не смогли рассмотреть, то есть вы, не знаю, риджекнули, например, на этапе проверки английского языка, или по коммуникативным навыкам вы не подошли, то есть на этапе общения с HR-менеджером, то, соответственно, я вас запомню по фотографии. Или вам придется постоянно ее менять, когда вы будете отправлять CV повторно. Или, собственно говоря, просто не делайте этого. Ссылка на соцсети даст полное представление о том, кто вы и чем вы занимаетесь в свободное от работы время. Так что, ну, это не обязательно. Хорошо. Подскажите, вот здесь затронули тему другого опыта. Это классно, если там вот разработчик с пятилетним стажем, как вот вы говорили, у нас здесь очень много студентов. Например, как должно выглядеть CV, если ты студент, никогда не работал в IT, и, ну да, там где-то подрабатывал кассиром в Сильпо, например. То есть вот можно что-то указать или там, ну, я не знаю, просто обидно будет, если ты оставишь тупо пустые строчки и все. Оно может вообще как-то вот повлиять, что вот я имел раньше работу, я видел, как люди ходят. Я не интроверт. Касательно того, что если ты студент, вы указываете максимум информации, исходя из того, что вы получаете в институте. Практически опыт очень-очень важен. Вы должны понимать, что конкуренция на рынке с каждым годом все больше. Все хотят попасть в IT. И как бы вы ни хотели, институт дает лишь основу, и все зависит от вас. Идите на курсы. То есть большинство курсов предусматривает в конце прохождения курса еще какой-то проект. Это вот как Гилель, Ева. Возможно, слышали. И эта информация будет действительно полезной. То, что вы кассиром работали, нет, не нужно указывать. Эта информация не будет 100%. То есть какую информацию можно указать? Если, к примеру, вы работали в технической поддержке, да? Это как-то связано с тем, с работой системой, соответственно, CRM, да? С какой-то обмен какими-то данными, коммуникация и так далее. Да, тогда эта информация не будет лишней. Но прям совсем не из сферы. Нет. Спасибо. У меня такой вопрос. А что, если я работаю уже с одним языком, но мне не нравится? У меня есть в нем какой-то опыт, но я не хочу на нем в дальнейшем работать. Это указывать или не надо вообще? Ну, конечно, это же ваш опыт. То есть любой вообще опыт с ближайшей темой? Да, безусловно. Вы можете указать, что вы при общении или что вы не хотите работать. Или вы рассматриваете такую-то позицию, но у вас есть опыт работы только с этим языком программирования. У нас, кстати, такое было. Что мы рассматривали JavaScript-разработчика, который писал на Vue. Но он очень хотел перейти на Angular. И, собственно говоря, мы его прособеседовали, и все было как бы окей, он прошел. Поэтому, конечно, это основа всех из нас. Спасибо. Вопрос, надо ли ответственно подходить к социальным сетям, к своим страничкам, там, в Facebook и так далее? Ну, желательно, конечно. При трудоустройстве, да? Ну, а что вы там будете выставлять? Нет, ну, я имею в виду, надо как-то, есть ли какие-то практики, чтобы как-то, не знаю, более заинтересовать потенциального работодателя своей социальной страничкой? Ну, на что мы обращаем внимание, когда я захожу, например, на страницу в Facebook? Я обращаю внимание, на что вы подписаны, на какие группы вы подписаны, да? Соответственно, вашу активность, что вы там преследуете, какие цели и так далее. Ну, конечно же, фотографии просматриваю. Куда без этого? Для того, чтобы понять, может быть, вы там любите велопокатушки какие-нибудь, да? То есть это здорово, вы ведете активный образ жизни. То есть вот именно на этом мы обращаем внимание. То есть социальные сети хорошо мониторятся, да? Ну, конечно, да. Да, в последнее время, когда я работала, опять же, в продуктовой компании, запрос от head of, ну, одного из department, да, было обязательно закреплять ссылку на Instagram. Вот такое. Спасибо. Да. Ну, значит, нет. Все? Все вопросы? Можно я? Да, конечно. Я в вашей сфере как бы не особо компетентен. У меня там другого направления больше юрист, социолог, философ. Мне интересно, если брать с точки зрения эволюционизма, социального дарвинизма, анитшианства, можно ли считать людей, которые занимаются IT-технологиями, скажем так, вот в наше время какими-то, скажем так, подтипом сверхлюдей, которые имеют хорошую, скажем так, заработную плату, социальную базу и все остальное? Сверхлюдей? Да. Возможно. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Принципиально, чтобы резюме было на одной странице или уже как бы… Главное, чтобы оно не было больше… ну, желательно, чтобы оно не было больше двух страниц. Больше двух, да? Не обязательно, конечно, да. Ну, 10 – это перебор. Когда я вижу 10 страниц, я начинаю теряться, и такая как целая история просто жизни. Оно должно быть структурировано и содержать максимум полезной информации, которая отображает ваш текущий опыт работы, ваши цели. То есть, как вы относитесь к грамматическим ошибкам? Ужасно. А язык, я так понимаю, только английский, да? Да, английский. Да. Хорошо. Еще такой вопрос, если, например, опыт работы, да, имеет ли смысл все перечислять, или можно какие-то старые вещи просто скипать, то есть, какие-то только последние места работы указывать? Если вы осанетесь на определенную позицию и считаете, что эта информация будет полезна, да, будет отображать, ну, то есть, будет сопоставима с позицией, на которую вы хотите, чтобы вас рассмотрели, то да, нужно указывать. Если нет, ну, то есть, не перегружайте CV. Вот это вот тот совет, который я дам. Скажите, а еще вот, я помню, какое-то время назад было популярно, чтобы там люди еще хобби указывали, что-то такое там. Ну, да, конечно, в дополнительной информации вы можете указать хобби. Это ни на что не влияет, да, получает, ну, как бы, просто общая информация, да? Да, да. Ладно, спасибо. Все? Окей. Так, по-моему, не туда пошли. Нормально. Здесь пример плохого CV, то, как делать не нужно. Здесь минимум информации про опыт работы, ну, по экспириенсу, да, мы совершенно не понимаем, что делает человек. То есть, да, указан вроде период работы и все остальное, но оно прям совсем-совсем не то, что необходимо. Вот skills тоже, совсем общая информация. Не нужно писать, что вы коммуникабельный, ответственный, усидчивый. Все это слишком банально и слишком обобщенно. Подобное совершенно не цепляет. Нужно делать акцент на достижениях. Даже если вы студент, и у вас, вот, как раз это касается вас, да, нет как такового опыта работы практического, нужно говорить, писать то, что я разработал, я закончил, там, например, такой-то, такой-то курс, я пробовал и так далее. Понятное дело, что все это раскрывается по, ну, периоде общения, да, с тем же рекрутером, но тем не менее. Окей. Опять мы идем не в ту сторону. Так, здесь советы. Пройдем по советам. Первый совет, не отправляйте CV массово. Вот вообще, вот, вы увидели в компании 35 открытых позиций и на все их отправили, свое CV. Это очень-очень бросается в глаза, и если вы считаете, что ваше CV, ваше CV, как правило, рассматривает один рекрутер, ну, и, соответственно, сразу возникает вопрос, что для вас совершенно не важно, куда вас рассмотрят, нет концентрации, то есть у вас нет цели, вы хотите просто устроиться на работу. Этого делать не нужно. Как правило, одно CV, то есть одна позиция. Бывает такое, что одно CV на группу схожих позиций. Здесь я приведу пример на позицию, наверное, продукт-оунера. Продукт-оунер – это, как правило, выходцы из продукт-менеджера плюс бизнес-аналитика. Ну, и, соответственно, именно такой человек может отправить CV как на PM, так и на бизнес-аналитика. В остальных случаях, как бы, нужно смотреть, да, по обстоятельствам, что вы делаете, какую позицию занимаете и к чему стремитесь. Совершенно недавно я общалась с человеком, который занимает позицию бизнес-аналитика и тем или да, QA. И он хотел бы так двигаться дальше. То есть это совершенно нормально. Избегайте шаблонов, то, о чем я говорила. Коммуникабельный, ответственный – это все прекрасно. Поверьте, мы и так это увидим в процессе работы с вами, да. CV составляете на английском языке. Не перегружайте CV лишней информацией. Не нужно писать сочинения. Ксательно, сопроводительного письма, оно также должно быть. Если вы хотите написать сопроводительное, почему вы хотите работать в компании, оно должно быть очень-очень-очень кратким. То, что у нас, скажу как бы от себя, у нас такой поток CV, что когда ты открываешь письмо и видишь сопроводительное на полстраницы, ты его читаешь по диагонали. И то не всегда. То есть мы открываем CV, и этого как бы достаточно для того, чтобы понять, кто вы и зачем вы постучались к нам. Последнее место работы идет всегда первым. Это тоже очень-очень важно. Ну, для каждого места работы, соответственно, есть определенная должность, позиция компании, период работы. Это то, что мы рассмотрели на предыдущих слайдах. И составляйте CV в одном формате. Огромнейшая просьба. Потому как вы же не открытку делаете, когда там пестрость и красок чем больше, тем лучше. Нет, один формат, и это окей. Чем проще, тем лучше. Массовые рассылки мы не делаем. PDF форматы и заголовок письма. Вот это очень важно. Когда вы отправляете свое CV в компанию и просто пишете CV, таких CV может быть CV1, CV2, CV3, CV15. То есть, как я могу вас идентифицировать? Никак. Потому что название слишком общее. Что вы делаете? Вы пишете CV, имя, фамилию, и пишете позицию, которую вы хотели бы занять. Этого достаточно для того, чтобы вы были замечены. Ну и, конечно, заголовок письма, он также очень-очень важен. Поговорим про сайты и сервисы, которые могут помочь вам составить CV. Наши компании разработают сервис CVDAC. Welcome. Можете зайти на сайт и получить от наших коллег рекомендации по составлению CV. Ну и другие, конечно, вот вы их видите все. Это также сервисы. Есть платные сервисы, есть бесплатные сервисы, зайдя на которые вы можете получить определенные рекомендации. Так. Вопросы? Здрасте. Во-первых, вы говорили, что нужно избегать шаблонов. Имеется в виду, в каком-то резьбе билдере рекомендуется делать или лучше просто в Word, а потом в PDF? Вообще без разницы. Если вы будете придерживаться структуры, то есть тех блоков, которые я говорила, там очень важно информацию указывать, обязанности, текущие там тоже, тогда вообще без разницы, в чем вы будете делать. Главное, чтобы оно было структурировано. Это просто как пример для того, чтобы упростить себе жизнь. Ну, я имею в виду сервисы. Еще вопрос. Есть какие-то там, ну, условные термины, которые вот не стоит использовать? Там всякие проактивности, фанат Тони Роббинса, вот это вот все. Ну, разве что это, если это только хобби, то тогда вы можете указать, но... Ну, то есть когда человек пишет, умеет работать в команде, проактивный все, то есть... Нет, ну, это не отображает, на самом деле, ничего. А что рекомендуется? Что рекомендуется? Ну, да. В Additional Information рекомендуется описать ваше, ну, во-первых, хобби, увеличение, да. Если вы прям совсем проактивный, указывать, в чем вы проактивный. Я понял, спасибо. Например, да, прохожу там курсы, читаю книги, вот это показатель того, что вы не стоите на месте. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Сивдак – замечательный сервис, я им воспользовался. И хотелось бы узнать, появилась ли какая-то позитивная динамика резюме после того, как вы запустили этот сервис? Насколько больше стало более качественных резюме? Или вы не следили за этим? Это очень хороший вопрос. Статистики, к сожалению, у меня нет. Данный сервис больше направлен для того, чтобы помочь вам составлять CV. Как бы желающих воспользоваться сервисом, конечно же, с каждым разом все больше и больше, и это очень здорово. Очень благородно, спасибо. Спасибо. Скажите, как вы относитесь, если CV будет, например, или и в PDF, или вместо PDF на GitHub Pages, если вы знаете? На самом деле без разницы. Главное, чтобы, наверное, не в Word. Но вот Word меня прям совсем иногда смущает. То есть если не… И на русском языке, вот Word и русский язык, и 10 страниц, и можно не рассматривать. То есть если вам просто ссылка, например, вот вы запросите там CV, просто ссылка как бы на этих GitHub Pages. Да, вообще без проблем. Можете бросать хоть ссылку. А есть мнение, скажите, вот есть мнение, что вот про резюме на английском, да? Да. Именно среди айтишников. Что говорят, можно… Если вы составляете на английском, то все, вас будут топить upper-intermediate на собесе. Нет. То есть как бы… Есть формат составления CV. И плюс вы в разделе language указываете свое владение английским языком. Ну и плюс мы отправляем… Вы должны понимать, что IT-компании… Ну, мы являемся международной компанией, и английский язык очень-очень важен. И… Ну, то есть вы должны на что-то рассчитывать, да? Я немножко выполню. Да. Я не знаю, как спалю ты зрения инкультёры, но если я еду на коротках, это вдвоем в этой мании проводить в большой компании, это мой фонд, я неделю-бил. Я… ну, аналогично. То есть… Сначала речь идет о том, что компания… Если ты придешь в голову, в нашу ряду, нам можно новый рейд или наружу. У нас желательно, конечно, сразу подавать на английский. Ну, и к тому же я говорила про уровень коммуникативных навыков, и плюс у нас есть клиентское интервью, и ваш CV, preparation CV тоже происходит на английском, поэтому без английского никуда вообще. Английский нужно учить, английскому нужно уделять огромное количество времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь? Да, я здесь. Скажите, пожалуйста, как вы посоветуете действовать человеку без опыта работы, у которого есть, допустим, набор каких-то базовых силов или чуть более продвинутым, чем базовым, который видит, что, допустим, в его городе нет вакансии на его уровень знаний. То есть, допустим, там всем нужны сеньоры или медлы, или еще что-то. Стоит ли ему постоянно обновлять страницу с вакансиями в надежде, что попадется что-то стоящее его, или стоит, допустим, написать в компанию, отправлять свою CV-шку и говорить, что, ребят, если я вас заинтересую, я буду рад. Просто знайте, что вот я такой есть. Может быть, у вас найдется что-то для меня. Мой совет – ходить по… Если у вас есть какие-либо навыки или знания, пусть даже не базовые, пробовать себя и не бояться, потому что ходить по собеседованиям. В небольшие компании, поверьте, это возможно. Поэтому делать ли рассылку, ну, насколько она должна быть массовой. Можете отправить CV, но если вы не получили ответ, обязательно, кстати, желательно запрашивать обратную связь. То есть, там, я отправил, не отправил. Скажи, пожалуйста, что с ним. Если вас уже не рассматривают, то спустя время можете еще раз отправить. Но это не должно быть каждую неделю, потому что это будет спам. И главный совет, конечно, то, что институт дает основу, все остальное зависит, конечно же, от вас. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Такой вопрос. Насколько вы смотрите, сколько человек работал на предыдущем месте работы? Ну, там, я читал такое, что в Европе смотрят, если ты не работал меньше трех лет на предыдущем месте, то тебя просто не рассматривают. Как у нас-то? Мы смотрим в обязательном порядке на предыдущий опыт работы компании, на ее уровень. Если у меня возникают вопросы, я спрашиваю про проекты, сложность проекта, в котором участвовал, принимал участие тот или иной специалист. Да, предыдущий проект и компания очень важны. То есть, если вы каждые три месяца меняете компанию, то это огромный показатель того, что вы нестабильны и вас лучше не рассматривать. Для меня показатель — это год-полтора на одном месте работы. Еще вопросы? Все? Да, говорила, что это очень-очень-очень важно. Здесь контакты. Буду рада, если вы добавите в меня мой скайп, фейсбук и страничка в линкете. Если понадобятся какие-либо вопросы, ну, вообще советы появятся у вас, то welcome. Спасибо. Спасибо.